Итак, Калифорния интересна любому, кто хочет узнать будущее всей страны, так как она похожа на нее. Как и у нашей страны, у Калифорнии много энергии, так много, что хватит на все Соединенные Штаты, как и у самих США, у нас полно энергии. Просто мы ее не используем. И из-за этого сегодня все, у кого есть мобильники в Калифорнии, получили текст, говорящий не использовать электричество, так как скоро возможны перебои. И вопрос, что нужно будет еще, чтобы Калифорния могла обеспечить электричество в розетках? Вроде как базовая потребность цивилизации, мы не знаем, что будет. Может, Трейс Галагер знает? Он следит за этим. Эй, Трейс. Эй, Такер, ты прав. Вот сегодня в Калифорнии здесь жара. Мы опять в состоянии чрезвычайной ситуации. Несколько дней мы находимся то на втором, то на третьем уровне, и это наиболее опасные уровни. И из-за этого высока вероятность того, что штат называет урезание энергии. Ты и я это знаем как отключение или веерное отключение. И вся идея поставки энергии верна в том, чтобы вся сеть не легла, оставив в ближайшие дни миллионы на этой жаре. И поверх жары есть и другие проблемы с уже не справляющейся энергосистемой Калифорнии. Гидроэнергии меньше, так как уровень воды упал, солнечной энергии больше, что хорошо днем, но у штата недостаточно аккумуляторов, чтобы запасать ее, так что пользуемся пока светло. Поэтому большую часть времени, особенно ночью, система работает на старом, добром, ископаемом топливе. И во время этой рекордной жары мы узнали, что губернатор Гевин Ньюсом очень клевый, настолько клевый, что надел флисовую куртку в, как он говорит, комнате при 25 градусах. Ну, хоть не в шубе, но он объяснил, почему эта цитата «более чем прохладна». Когда вы дома, убедитесь, что термостат стоит выше 25 градусов. По ощущениям, это «более чем прохладно». Я вошел, там 25 градусов, и мне понадобилась куртка из-за разницы температур внутри и снаружи. Рекордная жара. А ему прохладно. Даже в рекордную жару. Такер. Конечно, прохладно. Трэйс Галлагер, рад был увидеться. Конечно. Вы можете подумать, что нормальный руководитель, управляющий штатом или страной, мог бы сказать «я не смог обеспечить энергией, я извиняюсь». Это вроде основная часть сделки, которую он заключил с людьми, проголосовавшими за него, что свет будет гореть. Но они никогда не извиняются, они винят вас. Не пользуйтесь ужилкой. Ладно, друг, ты перестань использовать свою, как тебе? Помните, во время ковида... Что ж, на этой неделе мы услышали фразу еще раз. Лидеры в Европе еще раз вернули фразу «выровнять кривую», но в этот раз они говорят не о ковиде. И это должно заставить вас очнуться. Может, здесь происходит что-то большее? Вот президент Еврокомиссии, говорящая, что мы еще раз должны выровнять кривую, но не из-за ковида. Посмотрите. И вот что дорого. Потому что в пиковый спрос дорогой газ приходит на рынок. Так что вот что мы должны сделать, чтобы выровнять кривую и избежать пикового спроса. Мы предлагаем обязательное уменьшение потребления энергии в пиковые часы. И мы будем плотно работать со странами-участницами для достижения этого. Оооо, мы должны выровнять кривую, так как вы облажались, и у нас теперь нехватка энергии. Как скоро будут климатические локдауны? Давайте еще раз. Как скоро будут климатические локдауны? Смешно? Что ж, не так давно европейцы смеялись над идеей, что у них может закончиться энергия. Теперь они отключают сигналы стоп, чтобы избежать перебоев. В Британии как вам такое унижение? Игровые шоу предлагают оплатить счета на электричество. Такой приз. Как ваши счета на электроэнергию? Они вас беспокоят? Очень. Я получил одну из предоплат, и это кошмар. Покатили. Крутится, крутится, не знаем, где остановится. Останавливается. Тысяча фунтов или счет за электричество. Итак, это будет... Это счет за электричество! О, господи, спасибо. Мы будем оплачивать ваши счета за электроэнергию 4 месяца. Эта страна раньше правила миром. Люди раньше боялись Великую Британию. Трудно помнить об этом теперь, когда она так деградировала. Теперь, чтобы содержать дом в тепле, вы должны победить в игровом шоу. Как такое получилось? Майкл Шилленбергер наблюдает за этим многие годы. Он автор апокалипсис «Никогда». Почему климатический алармизм вредит всем нам? Заголовок, подтвержденный полностью нынешними событиями. Он также баллотировался в губернаторы Калифорнии и, к сожалению, не победил. Он бы точно пригодился. Майкл Шилленбергер пришел к нам сегодня. Майкл, спасибо, что пришли. Я знаю, что вы не злорадствуете, и это все печально, но оказалось, что вы были совершенно правы. Ну да, смотрите, это не так уж трудно понять. Мы закрыли атомные станции, закрыли газовые электростанции. Мы платим за электричество больше, чем кто-либо в Соединенных Штатах, а они не могут дать свет. Вы видели губернатора во флисовой куртке. Варианта нет, что там было 25 градусов или теплее, когда он был в нем. Там был кондиционер. Он не извинился за то, что он здесь натворил. Это яркий пример, как идеология делает людей некомпетентными, делает их тупыми, если честно. Этому нет оправдания. Во время этих перебоев, вы знаете это, Такер, люди умирают. Кондиционеры не работают, старики и больные наиболее уязвимы. Это непростительно. И я думаю, это предупреждение Соединенным Штатам не идти по этой дорожке слишком большого расчета на возобновляемую энергию. И это и правда культ. Он не извинился, так как он искренне верит в единственно истинную религию возобновляемой энергии. Я тоже об этом говорю. Ну да, я слышал об этом. Когда люди отходят от традиционной религии, они объявляют природу новым богом, богом-жертвой, от которого они с одной стороны принимают указания, а с другой хотят сблизиться через возобновляемые. Проблема в том, что погода не сотрудничает, так что у нас не хватает энергии для гидроэлектростанций. Мы сегодня получаем на 10% меньше энергии из неуглеродных источников, чем 10 лет назад. А еще они уничтожают среду, так как вообще-то они не любят природу. И нас, тех, кто ее любит, это волнует. Майкл Шелленбергер, огромное спасибо, что пришли сегодня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!